Как создавать новые электронные материалы в библиотеке Mesh? Любой материал, который необходим для образовательного процесса, педагог имеет возможность загрузить в библиотеку Mesh. Для этого он должен воспользоваться определенными функциями, соблюдать правила загрузки материала и при необходимости отправить его на модерацию для того, чтобы этот материал был доступен всем пользователям библиотеки Mesh. Первое, что мы делаем, это в верхней панели портала нажимаем «плюс» «добавить материалы» и видим, что педагог имеет возможность загрузить разнообразные по формату материалов. Это аудиоматериалы, видеоматериалы, изображения, текстовые материалы, прикрепление файлов, создание тестов, тестовых заданий, сценариев интерактивных уроков и электронного учебного пособия. Все эти материалы можно либо создавать через конструктор урока, либо напрямую загружать на этапе загрузки материала в библиотеку. Познакомимся с загрузкой материала в библиотеку на примере текста. Нажимаем «добавить плюс», выбираем текст и попадаем в спецификацию материалов. Все материалы в библиотеке размещены с точки зрения описания отдельного объекта. Это объектно-ориентированная система, поэтому мы, прежде чем загрузить тот или иной материал, должны заполнить спецификацию, либо описание объекта, которое происходит вне зависимости материала по одним и тем же критериям. В данном случае добавление текста в поле для добавления текста можно либо скопировать текст, либо напечатать его непосредственно здесь же в открытом поле для добавления текста. Соответственно, добавив тот или иной текст, определяем тип материала, который мы загружаем, и этот тип материала будет указан в спецификации к данному учебному материалу. Например, выбираем «Объяснение». Кроме этого, необходимо данный учебный материал прикрепить к конкретному предмету, и из перечня предметов мы выбираем русский язык, включаем необходимый уровень образования, основную школу, и добавляем «КЭС» — контрольный элемент содержания, который имеет отношение к данному учебному материалу. Напоминаю, что при выборе «КЭСа» необходимо поставить галочку и нажать кнопку «Добавить». Тогда мы попадаем в поле, в котором выбран предмет, уровень образования и конкретный элемент содержания для данного учебного материала. При необходимости точно так же можно добавить другой предмет, либо его убрать, нажав в правом верхнем углу красный крестик. Следующее, что необходимо заполнить спецификацией, это выбрать уровень изучения материала, выбрать рекомендуемое время для ознакомления с этим учебным материалом. В данном случае можно оставить по умолчанию 30 секунд, либо выбрать одну минуту. При необходимости время можно править вручную, исправляя количество минут или секунд в окошках. Например, мы поставили с вами одну минуту и 12 секунд. Соответственно, если вы добавляете свой материал, то оставляете галочку «Являюсь автором материала». Если этот материал вами взят из электронного контента в интернете, либо из какой-то учебной, либо художественной литературы, вы должны убрать галочку «Являюсь автором материала», обязательно напечатать или скопировать автора документа и сделать ссылку на первоисточник. Если мы берем материал из интернета, с различных сайтов, то обязательно копируем ссылку с поисковой строки любого портала, откуда мы брали учебный материал, и, соответственно, таким образом подтверждаем авторство материалов. С точки зрения возможности размещения на портале Московской электронной школы различных материалов, с позиции учебного материала мы имеем право размещать разнообразный контент, и в основном, конечно же, все педагоги ориентируются на ту справочную информацию, на ту образовательную информацию, которая размещена на официальных порталах, где чаще всего можно встретить образовательные ресурсы. Хотя, конечно же, можно использовать и другие образовательные материалы для поиска и ссылки на учебный контент. И последнее, что мы должны сделать, это выбрать папку для сохранения материалов. По умолчанию это моя корзина, но вы можете нажать «Выбрать папку» и кроме моей корзины выбрать те папочки, которые у вас находятся на рабочем столе. Это учебники, сценарии уроков, папки, которые вы создали сами, и, соответственно, выбираем папку, которая названа по дате использования, и можем после этого сохранять учебный материал. Нажав синюю кнопку «Сохранить и посмотреть», мы попадаем на описание этого учебного материала, а в верхнем правом углу портала выскакивает зеленое окошечко, которое подтверждает то, что вы сделали правильное действие по сохранению учебного материала. Зайдя на описание материала, вы можете проверить всю необходимую информацию, которую вы закрепили в данном учебном материале, а если вы видите ошибку либо опечатку, вернуться через кнопку редактирования обратно к учебному материалу и совершить аналогичные действия повторно. После этого мы можем возвратиться обратно либо через значок библиотека Mesh, либо вернуться в мои материалы и проверить, сохранился ли ваш учебный материал в той папке, в которой вы ее сохраняли. Таким же образом добавляются материалы аудио, видео, изображения, прикрепления файлов, для которых нужно описать такую же спецификацию, например, при добавлении аудио, дать название этого материала, описание, для чего вы будете его использовать в учебном процессе при изучении той или иной темы или того или иного этапа урока, выбрать предмет, контрольный элемент содержания, уровень образования и, соответственно, таким же образом определить, являетесь ли вы автором этого материала или вы его взяли из каких-либо электронных ресурсов. Загрузить аудиофайл можно, нажав кнопку «Загрузить аудиофайл», и этот аудиофайл у вас обязательно должен быть загружен либо в папочке «Загрузки», либо в соответствии папочке, где вы храните этот учебный материал. Загрузить напрямую аудио, видео и другой контент из интернета невозможно, его для этого надо обязательно сохранить в любой рабочей папке на компьютере и только после этого добавить в тот учебный материал, который вы хотите сохранить в библиотеке электронных материалов МЭШ. Для сценариев урока, электронного учебного пособия и создания тестов существуют специальные конструкторы, с которыми имеет смысл ознакомиться отдельно, а для всех остальных учебных материалов добавление материалов происходит таким же образом, как мы с вами рассматривали при добавлении текстовых материалов и при добавлении аудиоматериалов. При завершении работы имеет смысл вернуться на рабочий стол библиотеки, нажав значочек библиотека МЭШ, либо в папочку «Мои материалы», которая находится на левой панели портала. Продолжение следует...